Где граница между перфекционизмом и безалаберностью? Как определить, что качества материала уже хватает или его мало каких критерий? Смотрите, здесь фишка в чем, что вам нужен кто-то со стороны, нужен незамыленный взгляд. Именно поэтому мы вот организовываем там клуб 100 по 100, потому что вам кажется, что все хорошо, потому что взгляд замылен. Другие люди, опять же, когда вы это в паблик вынесете, вот как у этого Сила в правде, да, у нашего зрителя, он же не знает насколько лояльна к нему аудитория, да, потому что, естественно, аудитория не хочет какой-то монетизации, она хочет крутого качественного контента, она хочет, чтобы она командовала миром. Им вообще чхать, что у Сила в правде нечем за квартиру платить, ну, банально, да, или там кредит там за машину не выплачен, да, им надо, чтобы они такие цари, они там пришли, взяли себе пельмени, сели там, наложили себе, начали есть. Тоже у вас критика должна, мы поэтому делаем клуб 100 по 100, потому что я тоже прошу у вас в сообществе, да, обратной связи, где у меня что неправильно, где у нас какой-то косяк, и пытаемся где-то признать в том, что это косяк. Между перфекционизмом и между безалаберностью она очень тонкая грань, совсем тонкая, да, потому что где-то я говорю, что вот вообще худшее, это вернее лучшее, это враг хорошего. У меня тоже такое было, я вам говорил, у нас есть притча, я реально говорю, у меня команда делала 10 дней в студии, полное оборудование, заточенный там под ноль, команда очень дорогая, делала ролик, лайфхак про ёжика из груши, понимаете, 8 человек 10 дней крепали этого ёжика, цветокоррекцию, какие-то там сценарии, какая-то вся штука, я не понимал этого всего, ну там был перфекционизм, но я понимаю, что можно было сделать не о чем, я бы сделал хуже, это был, это мне урок, то есть я это оплатил свое обучение, потому что я бы сделал, ну было бы ни о чем, они сделали круто, я бы сделал никак. Звоните, пишите, приходите, мы всегда рады новым друзьям. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова